Здравствуйте, мои прекрасные зрители, модницы, кто любит ярко, классно, красиво одеваться и делает это практически каждый день. По настроению прежде всего, мне поступил очень интересный вопрос. С чем компоновать красную юбку? Я пошла в недро своей гардеробной и когда искала одну красную юбку, бархатную, конкретно ее я искала с разрезом спереди, хотела ее показать. Я нашла еще несколько красных юбок и сегодня я покажу вам, как можно классно компоновать яркие вещи, потому что красная юбка компонуется по тем же самым законам, по крайней мере для меня лично, по которым вообще можно хорошо и здорово сочетать именно яркие вещи. Первый образ покажу вам, он достаточно случайен, просто юбка это была у меня уже, что называется, перед глазами и я решила показать вам неудачное сочетание. Это мужской свитер, я показывала, что купила его на рынке и сразу хочу сказать, что если вы совершаете примерки дома, разбираете свой гардероб, имейте, пожалуйста, в виду, что мерить вещи лучше всего босиком и с волосами, которые вы соберете в пучок, то есть вам не нужна лишняя красота. Только таким образом вы сможете оценить, скажем так, тот простой факт, идет вам эта одежда, либо нет, силуэтно она вас украшает, либо нет. Здесь я показываю трюк с резинкой, этот трюк обязательно войдет в отдельное видео, которое я никак не могу смонтировать, который помогает очень многим фэшн-блогерам, очень многим инстаблогерам делать красивые фотографии за счет вот таких классных драпировок. Итак, я уже спросила своей зрительниц, почему этот образ неудачен. Посмотрите, насколько он стал лучше, когда я надела кроссовки. Все дело в том, что когда вы сочетаете белые вещи, белые вещи должны абсолютно совпадать по своей белизне. Белые кроссовки совпадают с белой юбкой в своей белизне, в то время как свитер, он, скажем так, немного икру, он немного желтоват. Именно поэтому без кроссовок, без, скажем так, поддержки белого цвета юбки этот образ изначально смотрелся и был очень и очень невыигрышным. Для того, чтобы успешно и хорошо и классно сочетать яркие вещи, как в данном случае красная юбка, мы должны помнить, что яркие вещи очень хорошо сочетаются с белым цветом. По большому счету, если цветная вещь у нас имеется в виде юбки, либо в виде брюк, либо в виде подола платья, мы должны помнить, что белый верх – это всегда то, что нас украсит. Как сочетать яркие принтованные вещи? В принтованных вещах тот цвет, который используется в принте, должен повторяться так или иначе в другом слое, не принтованной желательной одежды. Как было в предыдущем случае. К предыдущей юбке подошел бы красный свитер, который бы полностью совпадал по цвету с красными цветами. Оранжевый свитер, потому что в цветах на юбке тоже присутствовал оранжевый цвет. Как вы видите, действительно очень и очень наглядно можно убедиться, что яркий низ прекрасно сочетается с белым верхом. Когда у нас яркий низ, мы можем использовать любой сложности белый верх. Как вы видите, очень сильная фактура у этого свитера. Но под сложным верхом понимается не только фактура вещи, которую мы используем, в данном случае она будет белого цвета, но также икрой. Здесь хорошо бы смотрелся белый пиджак, белый жакет также. Возможно, какая-то укороченная белая верхняя одежда. Все совершенно наоборот, когда у нас верх яркий. Здесь видно резинку, я забыла ее убрать, но потом буду снова использовать. Здесь совершенно иначе обстоят дела, когда у нас верх яркий. Сейчас мы посмотрим. А здесь я хотела показать, что для шерстяного пальто, и на самом деле здесь и шерстяные брюки, лучше бы подошли белые кроссовки кожаные, не парусиновые. Так вот, сейчас я беру яркий пиджак и хочу сказать, что следующее правило сочетания ярких вещей – это тон в тон. Но здесь, внимание, вещи должны абсолютно совпадать по цвету. Пыталась я накинуть на плечи, и как вы видите, у меня это не получилось. Действительно, некоторая одежда, ее невозможно носить накинутой на плечи в силу кроя. Здесь у меня не очень точно совпадает цвет, прежде всего за счет фактуры ткани. Пиджак изо льна, и он слегка белесый, а брюки у меня из тонкой шерсти. Так вот, второе правило сочетания ярких цветов – это тон в тон. Внимание, сейчас у меня у лица очень сложная вещь, и она требует очень простого низа. Простого, прежде всего, по фасону, но цвет также может быть ярким, как в данном случае. Юбка гладкая, на юбке практически не имеется сложного кроя, крой очень простой, поэтому такая компоновка будет удачна. Неудачно была бы компоновка, и этот пиджак смотрелся бы с этими двумя юбками. На юбках явная фактура, мы можем отличить фактуру ткани издалека, с шагового расстояния не трогая. Вот еще один пример сложного по цвету и по крою верха. Опять же, если мы имеем яркий верх, который сложен в своем крое, низ должен быть простым. Дело обстояло бы иначе, если бы у меня был просто яркий свитер вот такого красивого бирюзового цвета. Бирюзовый свитер такого цвета прекрасно бы сочетался с юбкой, например, из кружева. Сейчас я покажу вам трюк, который используют тоже очень часто многие, и я сама. Это способ удлинить силуэт за счет того, что вы слегка расстегнете юбку и просто опустите ее. Но такой трюк, конечно же, можно проделать с юбками, которые имеют достаточное количество эластана в своем составе, то есть они обтягивают. Никто никогда не узнает, что у вас расстегнутая сзади молния. Это позволяет не просто носить вашу любимую юбку, когда вы чуть-чуть поправились. Я так часто делала после беременности. Это позволит, прежде всего, юбку посадить чуть ниже на бедра и таким образом удлинить верхнюю часть. Посмотрите, насколько лучше смотрится слегка удлиненная верхняя часть, а не когда наша, скажем так, пропорция юбки равна пропорции в данном случае бомбер у меня. Что ж, мерю эту вещь с кружевной юбкой, чтобы показать вам наглядно, что сложная вещь покрою плюс яркая вещь и сложная покрою, и яркая вещь и сложная снизу не так хорошо сочетаются. Хотя могу сказать, что на камеру все смотрится достаточно неплохо, но в жизни многие вещи видно, скажем так, лучше, а камера многие вещи нивелирует, либо наоборот ухудшает. Это также зависит, допустим, от освещения и ракурса. Вот такой простой покрою цветной, цветной топ, наверное, так его можно назвать, гораздо лучше подойдет для такой сложной по фактуре и яркой по цвету юбки. Также хочу показать вам и обратить внимание, что для такого уже сложного образа каблук нежелателен. Лучше, что называется, спускаться с небес, с высоты каблука на землю, и носить подобные компоновки с кроссовками. Еще один пример компоновки удачной красной юбки в данном случае, но это может быть любая яркая вещь снизу, яркие брюки, подол платья, либо яркая юбка, это черный цвет. Итак, яркие цвета прекрасно сочетаются с белым, прекрасно выглядят компоновки тон в тон, то есть тот цвет яркий, который мы имеем снизу, мы его повторяем и сверху, и черный цвет. И по большому счету других вариантов нет. Для беспроигрышных компоновок необходимо использовать вот эти три цвета. Что ж, я насколько понимаю, слышно не только меня, но и моих детей. Попросила их выражать свои чувства и эмоции чуть-чуть потише. Продолжим. Я поменяла спортивную обувь, которая на самом деле является палочкой, выручалочкой для любой современной модницы, потому что на самом деле то, что раньше не носилось, то, что раньше казалось тумачно, слишком нарядно, слишком, возможно, неуместно, теперь нивелируется кедами, полукедами, либо просто кроссовками. Каждая может выбрать на свой вкус кроссовки с выраженной, скажем так, спортивной тематикой, явной спортивной тематикой, либо это могут быть просто анонимные белые кроссовки. Показываю еще раз вам свитер, у которого сложная фактура, и хочу обратить ваше внимание, что эта юбка, которая также имеет и цвет, и сложную фактуру, не смотрелась бы с этим свитером. Ну что ж, надеваю другую юбку, тоже красную, и даже забыла, что я тут хотела показать. Наверное, снова трюк хотела показать с этой резинкой. Резиночкой, а, да, и хотела вам сказать, что, пожалуйста, когда используете резинку, не стесняйтесь вертеться перед зеркалом, потому что иногда требуется со спины тоже подобрать под резинку, а иногда изделие драпируется достаточно хорошо в силу своей плотности, либо наоборот неплотности, и вы можете носить так, как вам нравится. Что ж, опять же, пример компоновки, тон в тон, яркий цвет юбки, практически полностью повторяется ярким цветом свитера. Чуть-чуть цвет отличается, но это, кстати, за счет, опять же, фактуры. Здесь очень многое зависит от освещения, поэтому иногда в своих видео я окажусь блондинкой-блондинкой, иногда многим кажется, что я покрасила волосы в темный цвет. Здесь под резинку убран полностью, убран полностью пулловер, и посмотрите, как это красиво смотрится. На самом деле, не пренебрегайте лайфхаком с резинкой, который, повторюсь, наряду с другими лайфхаками будет вынесен в отдельное видео, потому что это очень и очень удобно, и это очень и очень красиво. Ну что ж, дорогие зрительницы, думаю, что теперь многим станет легче компоновать свою любимую яркую одежду, которая очень многим из нас кажется сложной в компоновке. Я тоже когда-то так думала, но теперь следую трем простым правилам. Яркие вещи прекрасно сочетаются с вещами белого цвета, с вещами черного цвета, и с вещами такого же яркого цвета. На этом с вами прощаюсь, а для самых терпеливых, досмотревших до конца, покажу еще один образ, потому что увидела уже, когда выключила камеру, что вот такой свитер яркий тоже приготовила. И скоро выйдет видео о понимании, моем понимании, что значит не больше трех цветов компоновки, и почему, на мой взгляд, важно этого правила придерживаться, что оно дает. Ну и также скоро я сделаю, на мой взгляд, интересную и красивую подборку видео вот таких летящих платьев, либо летящих юбок, вот с такими самыми обычными парусиновыми кедами, потому что, потому что это смотрится очень красиво, очень современно, и это очень удобно в повседневной носке. На этом с вами прощаюсь, это была Яна Скорцова, всем пока-пока!